Друзья, всех приветствую на канале Чехфуд. Сегодня очередной обзор. Обзор готовой еды. В магазине Дикси мне попались вот такие вот готовые пасты. Паста Болоньезе марка Натур Буфет. И вот такая паста Карбонара. Авторские рецепты Юлии Высоцкой. В прошлом году был такой хайп в интернете. Все снимали какие-то ролики либо просто упоминали Юлию Высоцкую с ее способностями к готовке. Поэтому мне стало интересно, что это за готовая паста именно по рецептам от Юлии. Начну я с пасты Болоньезе. Есть другие позиции. Нашел я их, вот эту марку в Дикси. Купил как раз. Но только пасты Болоньезе и Карбонара. Они вот значком от Юлии Высоцкой. Едим дома, тут и все остальное. Меня немного смущает срок годности. Здесь 4 марта. А срок годности 3 мая. Это почти 2 месяца срок годности. Читаем состав. Изготовитель мясокомбината Дороничи. Кировская область. Город Киров. Кулинарное изделие. Обеденно-растительно-мясное. Блюдо. Второе обеденное блюдо без гарнира. Мясо содержащее. Паста Болоньезе. То есть, растительно-мясное блюдо. Получается, здесь в фарше есть какие-то растительные добавки. Макароны, творные, мука твердых сортов. Соус Болоньезе. Томат очищенный, резанный. Вода, свинина, говядина, паста томатная. Концентрированная. Крахмал, сахар, картофель. Лук, масло, раститель, морковь. Пряности может быть не значительное количество. Аспартам, орехов. Спартам это сластитель. Причем не очень хороший. Здесь сбоку написано. Технология бережное томление. Позволяет готовить блюда с длительным сроком годности. Без использования консервантов. Какой-то новый способ томления. Который позволяет готовить без консервантов. Я только не понимаю. Томили тут все вместе что ли? Макароны вместе с соусом томили. Если макароны будут томить, они будут в фланг переварены. Два способа приготовления. В микроволновой печи. 1-2 минуты 850 ватт. Либо на сковороде разогреть. Я не люблю, конечно, способ разогрева в микроволновке. Но я разогрею им. Потому что если в нем еще как-то можно будет есть. Это будет вкусно. То на сковороде это будет тем более нормально и вкусно. Посмотрим пока на внешний вид. Сейчас мы их взвесим. Тут вот снизу соус виден. Сверху спагетти. 280 граммов весит вместе с упаковкой. Нормально. Здесь все в норме. Хорошо разогрелось. Я грею по максимуму. Написано 2 минуты. Вот 2 минуты вполне достаточно. Выглядит хорошо. Аппетитненько. Здесь вижу фарш и морковь. Зелень. Это сам фарш. Кусочки. Конечно, судить о качестве фарша очень сложно. Аромат. В аромате больше выделяются томаты. Запах аромата мяса я не ощущаю яркого. Но аромат очень странный. Я не скажу, что он аппетитный. Но не противный. Аромат оценив 3 балла. Увлетворительно. А внешний вид поставлю пятерку. Теперь надо попробовать. Пока не остыло. Спагетти очень хорошо сварены. Они не переварены. Плотные. Вот недавно на обзоре была готова еда из магнита. Там тоже была паста баланьеза. Там макароны были. Спагетти были немного переварены. Вот здесь они плотные. Вкусные. Это мясо. Фарш. Это соус баланьеза. Сейчас я его отдельно попробую кусочком. Ну, похоже очень на мясо. Смотрите. Даже вот внутри там видно даже волокна. То есть, можно считать, что это мясо. Во вкусе чувствуется легкая сладость. Есть остринка. По остроте, по специям, по пряностям. Мне эта паста была не занравится. Вот это вот вкус специй. Занимаясь вот такими тест-обзорами. Я понял, что готова еда из магазинов. Я вообще готова еда. Нужно пробовать не спеша. То есть, ее есть практически всю. Если она более-менее понравилась. То есть, она не испорчена. Желательно всю потихонечку съесть. Потому что со временем раскрываются некоторые особенности во вкусе. В основном, во вкусе нужно все добросовестно доедать. Тем более, если я все съел. И пока я снимаю, возможно, мало ли у меня живот заболит. Я хотя бы успею вам об этом сказать в выпуске. Вот этому блюду поставлю я за внешний вид пятерку. За аромат троечку. За вкус пятерку. Соотношение цена-качество стоит эта порция 150 рублей. Ну, 149. Там без одного рубля. 150 рублей. Считаю данную стоимость вполне приемлемой и даже адекватной. Поэтому тоже за соотношение цена-качество поставлю пятерку. Итоговая оценка 4,5 балла. Я, конечно, сомневаюсь, что это авторский рецепт Юлии Высоцкой. Скорее всего, просто она использует это как просто лицо для рекламы, для маркетинга. Слишком, на мой взгляд, получилось хорошо для готовой еды. Теперь попробуем пасту карбонара. Все то же самое. Тоже большой срок годности. Почти два месяца. Состав. Посмотрим состав. Тут он чуть побогаче. Грудинка свиная, копченая, вареная свинина, вода, смесь. Тоже написано, что это растительное мясное блюдо. Второе обеденное. Разогреваем 1-2 минуты. Также 850. 270 граммов получается. Тоже, соответственно, все нормально. Конечно, это не канонический, не классический рецепт карбонара. Здесь сливки используют. Да, как многие знают, что в карбонаре классической сливки не используются. Это кусочек грудинки. Ну, грудинки вообще прям мало. Мало-мало. Макароны мне здесь показали, что они более короткие. У меня такое ощущение, что все частично просто поотрывались. То есть, порвались. Внешний вид этой пасты мне нравится меньше, чем предыдущие. Пахнет сыром. Приятно сыром пахнет. Если бы закрыл глаза и понюхал бы, я подумал, что это макароны просто сыром. Копчености не чувствую. Грудинки тоже не чувствую. То есть, определить на запах, что это паста карбонара, я бы не смог. Обычные по запаху макароны с сыром. Либо макароны, либо спагетти. Сварил спагетти, посыпал сыром. Вот это блюдо. Аромат слабый. И аромат не совсем соответствует этому блюду. Будем пробовать. Пока не остыло. Написаны те же макаронные изделия. Творные, твердых, с отопшеницей. Но они почему-то более липкие. Более... Здесь такое ощущение, что они дешевые. Либо они переварены. Вкусно, но это не карбонара. Еще раз говорю, по вкусу это те же спагетти, либо просто макароны со сливочным маслом и сыром. Самой грудинки вообще очень мало, как я уже говорил. И вкуса, и аромата, грудинки, копченостей вообще нет. Заплатил бы я 150 рублей за эту пасту. Скорее всего бы нет. Еще раз. Рублей за 100 бы я бы ее купил. Еще раз повторюсь. Вкусно, вкусно. Но это не карбонара. За внешний вид поставлю 3,5 балла. За аромат поставлю 3 балла. За вкус поставлю 4 балла. Стоит также 150 рублей, 149. Соотношение цена-качество поставлю 4 балла. Итоговая оценка 3,6 балла. Еще раз бы я бы за 150 рублей вот эту карбонару не купил. А вот баланеза я бы купил, мне понравилось. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на телеграм-канал. Подписывайтесь на Boosty. Буду рад поддержке. На этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok